Каждый из медработников Центральной поликлиники наверняка заслуживает, чтобы о нем рассказали. Но формат новостей, к сожалению, такой возможности не дает. Речь пойдет об одном представителе дружного коллектива, точнее представительнице врачей-терапевте участковом Марине Гончарук. Стаж ее работы чуть более 15 лет, но за этот период Марина Николаевна успела заслужить уважение коллег и руководства. Марина Николаевна Гончарук обслуживает участок под номером 27. Это недалеко от поликлиники, зона в основном улицы Советской Конституции, Партизанский проспект. Участок включает несколько общежитий, где население очень часто меняется, и поэтому требует особого внимания. Но с доктором, я считаю, повезло, и не только с доктором, но и участковой медсестрой. Очень удачный тандем подобрался, который работает очень ответственно. А также любовь пациентов. Последние, кстати, не забывают поздравить докторов с праздником. Мне хочется, конечно, пожелать самое первое, как и нам, пациентам, нашим любимым, дорогим врачам, здоровья. Потому что оно им тоже необходимо, выдерживать такой наплыв нас, пациентов. И еще терпение, потому что все мы разные. И молодые, и пожилые, и каждый со своим характером, и каждый со своим терпением. И не всегда можем понять, что врач тоже живой человек, ему тоже нужно справляться с этим потоком. Но, конечно, они вообще молодцы. И мне хочется пожелать им не растерять любовь к своему делу. Я хочу их поздравить с праздником профессиональным. Пожелать им здоровья, пожелать им долголетия. И чтобы в дальнейшем мы были, чтобы они к нам так же относились, как относятся всегда. Путь в медицину Марина Гончарук начала в Гродно. Затем был Ивацевичский район, после Брест, по месту службы мужа военного. К слову, поддержку семьи Марина Николаевна считает важной составляющей профессионального успеха. Наравне с необходимыми знаниями, талантом и чертами характера. Я считаю, что надо быть отзывчивым человеком, уметь выслушать человека, иметь желание ему помочь. Но, конечно, и надо быть где-то настойчивым, чтобы заставить где-то даже иногда пациента обследоваться, лечиться. Надо быть упорным в своем труде. Марина Николаевна не скрывает. Тяжелые моменты в работе бывают, но есть немало минут, которые заставляют верить. Все не напрасно. Счастливые моменты – это когда пациенты выздоравливают, когда они приходят к тебе с улыбкой и говорят, что мы победили болезнь, что мы здоровы. Это очень приятно. О выбранной профессии Марина Гончарук так, чтобы всерьез не жалела ни разу. И что является лакмусовой бумажкой отношения к работе, была бы не против, если бы дети продолжили ее лечебный путь. Что ошиблась с выбором, я никогда не думала. Да, было тяжело. Да, было где-то сложно. Но все это приходящее, мы это все прошли и как бы работаем дальше. Моя дочка старше мечтает быть стоматологом. И вы или нет говорили? Нет. И еще маленькая, но характерная деталь. После интервью, которое нашей героине далось не просто, не каждый день перед камерой, она сама попросила добавить несколько слов. Знаете, о чем они были? Просто послушайте, и вы все поймете. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к нашим пациентам. Здоровье человека зависит от его самого. Но мы хотим помочь людям сохранить здоровье свое. Поэтому приглашаем, регулярно приглашаем к нам на медицинские осмотры, разносим приглашения, вызываем по телефону. Просьба нас не игнорировать и помочь нам в нашем нелегком труде. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луковкин. Телекомпания БУК-ТВ.